Всем привет, ребят! С вами канал SimSimTheOpen, и сегодня мы поговорим на такую тему, как мои первые впечатления от поездки на мотоцикле ZIT-50 PILOT. В общем, что бы я вам хотел сказать. Мотоцикл очень комфортен. Его вес в районе 70 кг, то есть он очень легкий, и буквально, когда закопается в снегу, его можно просто оттолкнуть ногой и поехать дальше. Также мотоцикл очень ремонтопригоден. Вот эти кадры, которые вы видите в самом начале наших покатушек, это мы вдвоем, наш общий вес суммарный 120 плюс килограммов, куда-то едем. А едем мы на заправку, на которую мы так и не доехали. Но не доехали не потому, что он сломался, а потому что замерзли, накатались, да и решили ехать домой. В общем, мотоцикл имеет уже зубастую резину. Относительно зубастую. Но ее хватает. Резина у меня не шипованная никакая. Едет по снегу очень прекрасно. Мотоцикл не заносит. Он, в принципе, идет себе стабильно вполне. То есть, его у нас стоит 72-кубовая версия двигателя, поэтому вдвоем, конечно, он плоховато тянет. То есть, я уже не привык после мотоцикла Сим Икс С-125. Едет он в порядком 45. Один едет. Максимальный у меня замер был 67 км в час. То есть, этого вполне хватает для снега. Да, у него еще много очень косяков, таких как у нас не работает нормально, ни карбюратор нормально не работает. Много очень косяков. У нас кривая вилка, он кушает маслица. То есть, да, возможно, у него нету сейчас этих 70 кубов, которые должны быть. Я думаю, сейчас там в районе 60. Поршневая тоже будет убитая. Ну, в общем-то, поэтому 60. А так, что я могу сказать, ребят, подвеска просто отличная. Это самая прекрасная подвеска, которой я когда-либо катался. То есть, если бы я ехал там бы на мотоцикле ТТР-125, ТТР-250, Сим Икс С-125, хотя это вообще дорожник. Но я бы не получил никакого удовольствия, я только бы думал, чтобы не грохнуться. Здесь же я просто сажусь и еду, как в сказке. Вы увидите также, как я ехал по 15-20 сантиметровому снегу. Да, ему тяжело, но он прёт. Он просто прёт, потому что он лёгкий. И поэтому он не зарывается. Если бы ещё нормально работала ручка газа, я мог бы потихоньку поддавать газ, он бы выехал вообще легко. Просто он шлифует и закапывается. Но он всё равно выдержал то испытание. Идеально. Ребят, что я могу сказать по поводу ехать по вообще езды зимой? На улице минус 15 мы для вас снимали. Да, люди смотрят нас как на идиотов, конечно. Но мы получаем своё собственное удовольствие и делаем интересные видео для вас, ребята. В общем-то, сейчас у нас 12 ночи. Я записываю для вас своё мнение об этом мотоцикле. Что я могу сказать? По укатанному снегу, ребят, это просто сказка кататься. Реально, я получаю такое огромное удовольствие от того, что когда он едет по укатанному, ты просто плывёшь как на катере. Просто он мягкий, шустрый и очень легко управляет. Это вполне себе хороший мотоцикл, и я его ставлю реально в конкуренты ТТР-125. Даже пускай он слабее, пускай он медленнее едет, пускай он хуже разгоняется. Но он очень комфортен. Ребят, всем спасибо за просмотр этого ролика. Вы его досматриваете сейчас, конечно. Прошу вас, конечно, подписаться для того, чтобы я знал, что вам это интересно. Поставить лайки и желательно написать комментарий. Всем спасибо за просмотр, ребят. Всем до новых встреч. Скоро будет ролик с покатушками с микрофоном. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok